добрый день дорогие друзья в эдерсы просохли после того как на предыдущей рыбалке притонул значит пора идти снова на рыбалку шучу конечно но на самом деле я хочу в большей степени расставить точки над и по поводу этого шнура дуэл арморед f плюс про в толщине 08 я заказал облегченную шпуля на красу вчера только пришла да я обычно заказываю на алиэкспресс но когда хочется побыстрее я залезаю на битбейтс начинаю лопатить там что там попадается и очень сложный ник у этого продавца но зовут его игорь я чаще всего именно у него и покупаю ответственный продавец и буквально только я заказал оплатил и через два дня шпуля уже была у меня ник на этого продавца я оставлю где-то тут про справа слева наверху просто оставлю заходите ребята пользуйтесь на самом деле классные вещи зачастую даже иногда бывает дешевле чем на алиэкспресс то есть вот он этот шнур дуэл арморед так как облегченная шпуля как раз и хотел на эту катушку поставить это да его зелен 1016 но с облегченной шпулей я думал будет кидать и вполне отлично и вот сейчас будем проверять то что я предполагал что данный шнур на мульте я думаю будет как раз работать хорошо потому что нанофил на мультипликаторных катушка работают очень хорошо но заодно проверим сейчас как будет работать дуэл ну а ловите сегодня буду опять таки своим бриданом 85 псп шук которых аури и исланд чтобы все-таки был более дальний заброс ну и вот я смотрю водичка то опять подупала то есть я так надеюсь уже можно будет получится зайти даже за в район куст кустов на первом забросе была поклевка я четко как-то больше сосредоточился на ощущениях пушнуру и поклевка такая хорошая головлиная было лизинковская блесна восемь с половиной грамм так ну что тогда значит пока что первое время половин значит этой блесной вот кстати заброс то даже по сравнению с тем как он стоял на мясорубке этот шнур блин реально добавился хотя ребята это катушка ни разу не bfs тут в идеале конечно поменять еще подшипник который стоит в крышке шпульный на лайтовый и тогда будет прям классно или как минимум хотя бы смазать его хорошую смазками быстрый смазкой и жидкой но тем не менее заброс очень даже хороший и сенсорика ребят даже на шнуре ну как бы по сравнению безнерционной катушкой в разы больше потому что видеть фактически шпули шнур лежит в руке то есть сенсорика ребята прямо таки еще больше чем на безнерционной катушки вот это да на выводки это либо щука либо судак ребят ему тут за кустами как раз я видел бился малек отсчет того что я сегодня все-таки поставил стальной поводок ух ё-моё да это жерех жерешак и такое ударище да ребята даже хороший жерех ху-ху ребята это полторашка неубиенная вот это коньяка да ну ребят шикарнейший жерешака и на вымотке то есть явилась бился малек такой ударчик как и сработал ребята вертушечка урана такая вот серебристая с черным лепестком очень даже достойно решака контрольное завешивание на ребят я был прав полторашка его 580 такой вот красавец класс это значит можно и сейчас голавль будет молчать можно попробовать поставить минохи и попробовать минохами его из-под кустов подоставать так ну давай класс ребят ух и улетел кайфу особенно когда вот эти поклевки на коротким тут сколько метров пять максимум от меня был удар и бланк благо хорошо отработал и фрикционный сильно не зажал но вот эти ощущения полин такой кайф и вот когда получается вас катушка в руках шнур в руке фактически реально это вот прям разряд током такой с головы до пяток пролетел кайф и ребят шпулю я разловил то есть естественно комплект уже давно разловлен но вот шпуля впервые получается разловилась первая рыбалка и шпулька разловлена хотя честно говоря вот на мой взгляд все таки надо шпульный подшипник снять промыть и пересмазать голавля ребята к сожалению так и не взял зато поймал мурановскую блесну ой мурановскую кузенковскую блесну это очень рабочая блесна кто-то вот оторвал кто-то оторвало и и поднял причем это достаточно свежая блесна вот такая 8 с половиной грамм и провалась у человека на шнуре то есть видим где-то вот шнур перетерся а я его подцепил ну что ж зато трофейчик еще один есть очень хорошая рабочая блесна сейчас даже ее и попробуем половить ей вот эта подача была на трофейную блесну и даже есть какая-то рыбка это прям головы потому что это далеке чуть ли не середине реки и подача такая прям головли на наш фрикцион завизжал я в конце видео еще скажу ребят свое свои мысли почему все-таки рыбка сейчас клюнула нет ни куст и это голавлик да это голавлик не крупный но вот именно ради этих поклевок мы приходим на рыбалку вот такой вот ну это грамм 500 грамм 500 голавлик но он с такой подачи ребята и ребят кузенковская блесна а что еще более приятно трофейная блесна которая только-только по вытащил поймал на хорошего такой голавлик и вот говорю когда шнур получается в руке такая бешеная подача было просто что-то с чем-то ну класс огнище две рыбы ребята уже ни одна небольшой голове куда же точно однозначно взвешивать не будем и он сам убежал класс а я даже у меня есть подозрение чья это блесна я знаю кто так вяжут как бы сообщество голавлять не такое большое я думаю что это сережина блесна сереж если терял отпишись огромное спасибо тебе сереж за блесну ну и естественно кузенков делает классные вещи вот такая вот 8 8 с половиной грамм блесна сработала а вот почему она сработал хотя есть у нее кидал я в конце видео обязательно ребят расскажу и первый отрыв что-то я видимо не не очень надежно завязал узел и вот именно узле получается трофейную блесну и оторвал ну ничего страшно легко пришла легко ушла сейчас по привяжу обратно свой поводочек и продолжим рыбалочку что-то я опять подцепил это по-моему все-таки не рыба что это там забагрила либо ракушку поднял либо просто камень поднял шнур на самом деле очень приятный что мы тут то есть вот ребят надежности шнура был зацеп и я просто притащил в камень шнур на самом деле надежный то есть предсказуемо при совсем лютых зацепах если он будет рваться на узле узел это естественно ослабляет шнур но тем не менее по надежности шнур пока что меня радует все таки я фанат мультипликаторных катушек мультипликаторные катушки на самом деле но опять для меня они мне на более комфортно в рыбалке в чем в любой начиная где-то граммов от полутора я ловлю мультипликаторными катушками и до ну до бесконечности то есть максимум что я какими приманками я ловлю это грамм до 100 это big bait и все остальное такого плана джерки и вот поверьте мне ребят мульт особенно если вы его освоите не побоитесь его освоить он вам будет приносить огромное удовольствие от рыбалки я походу пьесы еще один какой-то трофей поднял да сегодня день трофеев такая вот цикада но про справедливости ради этот цикада не этого года и уже крючки сгнили и сама на все очень ржавы но тем не менее еще один трофей две рыбы две приманки на ребята посмотрите какой ветер сильный поднялся то есть я за кустами относительно затишье утрите и волны пошли так что наверное сейчас вот крайний заброс будем уходить потому что еще дождик начинает моросить надо наверное быстренько сваливать отсюда пока сильный дождь не начался что успеть переодеться и тоже надо вот в такую погоду как раз очень показательно вы можете точно видеть где перекат начинается то есть вот здесь волны нету потом перекат уже здесь грубо говоря относительно мелководным там глубина и вот как раз ветер на разгонят волну он опирается переказы и затишье и выше опять волна то есть вот он сектор переката умение читать реку это огромнейшее дело понимать где перекат где нужно ловить и где есть возможность поймать главное рыбу и так ребят подводя итоги один жерех хороший жерех и один голавль а вот по головлю ребят то что я обещал голавль это очень пуг очень пугливая рыба и все-таки преимущество имеет при когда вы ловите как минимум с флюорокарбоновым поводком ну а я эксперименты на на этом надеюсь закончил пока что с бэшнуром и следующая рыбалка будет однозначно на флюорокарбоне и вот я думаю все таки на флюорокарбоне вероятность поимки головля будет в разы больше во первых будет более плавная подача приманки во вторых флюорокарбон в воде вообще не виден то есть он прозрачный и это будет я думаю главенствующие почему головлю я надеюсь следующую рыбалку обязательно головля мы наловим ребят какие предполагал вот именно на мультипликаторные снасти шнур себя показал абсолютно хорошо адекватно то есть здесь нету закусываний в витки которые находятся ниже заброс абсолютно адекватный хороший и самое удивительное шнур перестал шуметь то есть ультралайтовая облегченная шпуля ставим на катушку и спокойно ловим то есть вот это этот шнур у меня будет жить скорее всего на микро джиге то есть джиг такой грамм до 15 ну light джиг скажем так от граммов от 3 и до 15 этот шнурок вот этот комплект будет служить для этих целей то есть на самом деле ребят шнур хороший но не на мясорубке не на безнерционной катушке на мультипликаторной катушке он показал себе очень восхитительно мне прям очень понравилось надежный хороший шнур да впервые я сегодня оторвал приманку но легко пришла легко уж легко ушла опять же таки недостаток ловли головля на п е шнурах ловим в основном придонных слоях камни где-то п е шнур будет перетираться а флюрокарбон все-таки он более устойчив к абразиву поэтому вот как я считал так и остаюсь при своем мнении что при ловле головля ловля на флюрокарбон и более выгодная более комфортная рыбалка и на самом деле меньше теряется приманок ну а за сим ребята я с вами прощаюсь с вас ребята обязательно подписка лайк и дизлайк и оставляйте комментарий а я потихонечку бежал быстренько переодеваться и на работу всем пока ребят увидимся на воде